Всем привет! Я сегодня опять в цеху. А, ну что, вы уже в курсе, что у нас прошла выставка? Как она там называлась? Мотобот или как там она в Москве? На которой, кстати, не так много и народу было. Мы на неё не поехали. Да и зачем? Если, собственно говоря, все самые хорошие лодки сейчас едут сюда к нам в цех. И сегодня прямо у нас в цеху тут две шикарных лодки. Ой, буду показывать вам, ребятки. Нордсильвер ПРО 585-й. Вот эти люди утверждают, что это лучшее, что есть сейчас у нас на рынке. Не знаю, не знаю. По мне, так, все, что ко мне в гараж не входит, это не айс. Ну, будем смотреть. Сейчас обрезали вышло, потому что не входит в гараж. Да? Да, и чтобы завести вот такую лодку в стандартный гараж, это... Ну, да. Ну, а на 585-й это плюс прицеп еще. Извини, у тебя больше 6 метров получается. Нет, 585-й она в частоте, по-моему, 540, наверное, где-то. 540. Ну, кренолиня еще. У-у. Кренолиня 45. Ну, но все равно, если брать вообще общую длину, лодки с мотором, с прицепом, она получается больше 6... 7, да? 7 метров. Ну, понятная делка. Что-то в гараж не войдет. Нет, красота. Это лодка приехала на очень крутом МЗСА-шном прицепе, но прицеп этот тоже сейчас будет переделываться. Будут ставиться лыжементы другие, но будет круто. Но лодка вообще, конечно, бомбезная. Сейчас что-нибудь расскажут про нее. Вот как же все к нему сделали-то, а? Так, ну, залез я в лодку. Сейчас посмотрим, Диба тут расскажет, что она из себя представляет, этот катер. Мотор у нее стоит 150-й Меркури. Стоит Сиостар гидравлика. У Меркури 70-ка, да? 150-ка. А, 150-ка, господи, я... 3 литра объем у него, 3-х литровый мотор. Ну, все, все тут для такого катера, да, вполне. Я смотрю, тут прям даже линейка нарисована, да, чтобы рельеф замерять. Я понял, ботлап, да. Ботлап, пожалуйста. Стоят классные сиденья, это, наверное, лучшее сиденье, которое сейчас есть. Это водороски. То есть, вот они с такими чехольчиками закрыты. Так они крутятся, так открываются. Да, сидушки, конечно, крутые. Прям вообще космос. Сидеть очень удобно. Колонка рулевая регулируется. Ага, то есть, если стоя, да. Если стоя, то можно... Ага, а если сидя, то есть, ты просто ее опускаешь. Ну, да, удобно. Вообще класс. Аккуратно, хорошо сделано под приборы. А, ну, вот это все под приборы, под эхолот, да? Да, да, это питание эхолот. Ага, а это под кофе. Тут у нас приборка. Приборка, габариты, помпы. Значит, здесь есть душ для помывки палубы. Ага. Две, ну, стандартная помпа выкидывать воду. И две помпы аэратора подачи воды. Ага. И выброс воды. А тут что у нас? Здесь у нас бардачок. А, здесь бардачок со всякими полезными ништяками. Ручка страха. Да, ручка страха. Да, опять же, кофе. Кофе надо пить постоянно. Вот это мне нравится. Вот это вот, кстати, правильно. То, что я хочу и у себя в лодке сделать, вот такие полочки хочу у себя по одному борту сделать, чтобы можно было вот камеру положить, телефон положить, там, сигареты кинуть. Ну, все, что угодно, все, что можно. Чтобы не улетало и чтобы не могло. Если что, вот, очень удобно это сделано. Здесь под подсак сделано. Вот это ниша под подсак. А, тоже логично, кстати, удобно. Там, кстати, тоже, я смотрю, под консолью, да, там? Да. Там тоже ниша. Там бардачок и под ноги. И под ноги, да. Здесь стоят... Здесь вот у нас ящички. А, тут у нас... От носового... Тут два аккумулятора стоит правильных. От носового электромотора. А, это... Моторгайд? Ну, здесь не моторгайд, здесь миникота стоит. А, миникота. Все, я понял. Ну, то есть, на носу электромотор, вот для него стоят два аккумулятора. Посмотрим, что впереди у нас. Здесь рундучок под коробки. А, ну, рундучок под приманочки, да, очень неудобно. Разъемочки, я смотрю. А, ну, это, опять же, для якоря. Нет, это для фары. А, для фары. Да, подсветка. А вот это для миникоты. Ага. Это уже непосредственно... А вот эти вот ящички, что у нас тут? Здесь, получается, бардачки. А, ну, тут это... А, это не лейв, да? То есть, это... Нет, 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 лейвов сзади. Сзади, я понял. Это просто бардачки под вещи. Да, классно. Они довольно такие. А, ну, они тут емкие очень, да. То есть, тут нужно много чего положить сюда. Чем хорошо, то, что правильно сделано. А, вот это вот, как в автомобиле, отлив, чтобы вода... Да, это очень правильно. Значит, когда, если даже утонешь носом воду, сделаны вот такие свинки. А, специальные вот они, сливы сделаны. Это если вдруг волной захлёстывает. И отбортовочка тут. И очень, вот прям настолько... Вот что мне нравится, здесь пригнано всё. Вот это всё, ничего не болтается. Вот на резиночке. Вот это вот всё сделано. Тут суть ещё в чём, что вот, когда вещь дорогая, то начинаешь придираться, знаете, бывает к мелочам. Потому что именно на дорогой вещи мелочи, они очень видны. Вот если они некачественно сделаны, то это прям сразу видно. А здесь вот я смотрю, пока я вот таких вот мелких косяков особо не нахожу. Всё сделано очень аккуратно. То есть, прям очень приятненько сделано. Стекло. Нормальное стекло, не пластик. Всё прям, опа, вот прям вообще без всяких люфтов. Прям чик, всё закрылось. Вообще кайф. Не, ребят, вот это мне очень нравится. То есть, вот, то, что сделано, всё очень-очень аккуратненько. С уплотнением совсем. То есть, везде всякие уплотнители, резиночки, всё. Вот ничего не болтается. Никакого колхоза. Ой, сейчас я зарыву, усядусь. Ух, да класс, вообще супер. То есть, тебя никогда не закистили. Вообще кайф. Просто шикардосно. Вообще удобно. И, главное, мне удобно здесь с моими ногами длинными. Вот мне реально здесь удобно. Вот в твоём финвале мне было как-то тесновато, если честно. А вот в этой лодке я сижу, мне удобно реально. Ну, это разного класса. Ну, разного. Я понимаю, что это разного класса лодки. Но просто вот мне здесь удобно. Я даже не про ширину. Я вот про удобство посадки за рулём говорю. О том, что здесь реально место есть. Вот можно сесть спокойно. Там развалиться. Вот так вот. Ножки, коленки вытянуть. Вот свои. Куда-то. Вот это, кругляшки. Рамка ронштейна для крепления эхолота. Вот эти? Да. Вот это как раз то, что мы будем ставить тебе. Вот это. Такой же кругляшок будет стоять. На него ставится стойка. А, я понял. И эхолот крутится как угодно вокруг своей оси. Всё, я понял. Для эхолота. Выведенные вольтметры видно заряды аккумуляторов. Да, вот тут зарядки аккумулятора, да. Подсветки сделаны. Под бортами сделана подсветочка вся. Ну, тоже грамотно. Всё хорошо, красиво. Там тоже подсветочка получается, да. Ну, давай, вот здесь покажи, что тут у нас. Значит, здесь получается. Сидушки. Это сидушки. Отлично. Вот они, сидушки, которые превращаются в фиш-платформу. И там же ещё аккумулятор. Основной, как я понимаю, да? Да, это старт. Для мотора. Старт. Угу. Стартовый аккумулятор. Стартовый. Отлично. Сидушки складываются. Складываются, да. А тут получается тоже что-то. Да, здесь сейчас. А, вот оно. Сейчас. Здесь ещё такой большой рундук, чтобы класть вещи. Ну, кстати, между прочим, тоже очень даже неплохо. Стоп, дай-ка. Здесь у нас просто для коробок. Опять же, можно какие-то вещи положить сюда. Коробки с приманками можно положить. Вот катушки положить. Катушки там. Ну, чего угодно можно положить. Ой. Сюда с двух сторон. Сейчас, секунду. Вот сюда вот спиннинги, да, вставляются. И тут такая же беда, только почему-то вот эти штуки закрываются не на вот такие стандартные ручки, а под ключик. Ну, наверное, для того, чтобы спиннинги ночью не спёрли, если будет лодка стоять. Вот это вот без обычной ручки. Также вот, да, под спиннинги, вон туда ручка кладётся, место под катушечки. Да, пара собранных спиннингов сюда как раз отлично укладывается. Здесь технический рундук, здесь помпы, прочие дела. Это как раз-таки аэратор. А, вот это аэратор здесь. Рыбку сюда можно складывать. На 110 литров. Да. Вообще кайф. Сейчас, подожди. А, вот сервисный люк. С доступом. Понял. Можно посмотреть грязь, воду. Ну, да, да, посмотреть, что там вообще у нас есть, да. Ты же слышал, я говорю, что я пока не вижу вот именно, вот когда экономят на мелочах. Здесь я пока особо не вижу вот какой-то экономии на мелочах. Скажем так, за те деньги, которые она стоит, если бы они ещё на мелочах начали экономить, это было бы вообще полное свинство, мне кажется. То есть, я не вижу особых вот каких-то косяков. Действительно, всё собрано очень грамотно. Это взята идея с басовых американских катеров. То есть, нутрянка, это фактически взята вся полностью с басовых катеров, с американских. Ну, да. Но посажена на обводы, которые держат волну и комфортно для парки. Ну, а что переделывать будем? Да нет, переделывать ничего. Да мы с прицепом, с прицепом будут сейчас работать. Они взяли новый прицеп, владельцы купил новый прицеп и переделывают этот прицеп под свои задачи. Ну, да. Так что... Прицеп, кстати, бомбический. Ну, прицеп я уже сказал, да, в самом начале видео, что взяли прям прицеп такой, ядрёный, бомбический прицепчик. У нас такой прицеп первый раз. Я прям сам сюда с огромным удовольствием всё посмотрел. То есть, классный конкрет. Ну, да. Да. Не, ну кайф, ребят. Лодка прям очень хорошая. То есть, можно было это... Нам можно было ставить на выставку и не ездить. Нет, можно тут всё посмотреть. Тут, в принципе, всё посмотрим. Тут ещё будет одна лодка сейчас. Покажем. Тут даже бибикалка есть. Ох, класс. А, вот они, USB-разъёмчики. Кстати, правильные. 1 А и 5 В. И закрывающиеся всё, чтобы сюда ничего не попадало. Отлично. Ну и вот, антенка и холота утопленная. Чтобы её не повредить. Да, кресло можно вот сюда переставить. И вообще сидеть вверху. Вот, то есть, собственно говоря, в этой лодке можно очень с комфортом ловить втроём. Одно кресло переставляется на нос, одно сюда на корму, а третий человек посередине. Совершенно спокойно, никто никому не мешает втроём прекрасно ловить из этой лодки. И для Волги, для Ахтубы, и для всего, короче. Для вот таких водоёмов. Для рыбинки, говорят, маловато будет. Длиннее надо. Вот это вот как раз палубный душ. Чтобы подключил, и всю лодку можно было помыть. Ну и лесенка складная, правильная. Ну, в общем, как-то так. Вот такой у нас тут стоит катер замечательный. Самому было интересно посмотреть. Если у кого-то будут вопросы по этому катеру, пишите. Дима в комментах ответит. Что тут и как. Ну, мало ли, вдруг кто-нибудь захочет себе купить. А за всем, как говорится, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ставьте всё, что хотите. Пока.